Всем привет! Меня зовут Елена и добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня поговорим на тему весенние ароматы. Я думаю, что уже пора, несмотря на то, что за окном у нас еще зима, в Питере холодно. Кстати, напишите, холодно ли у вас в городе. Те, кто будет меня смотреть, мне очень интересно будет почитать. Потому что у нас стоит аномальная погода. В это время, в прошлом году, мы уже ходили в легких куртках. В принципе, было тепло, а сейчас у нас температура минус 10, буквально 2 дня назад было минус 24. Для нас это очень холодно. Но, тем не менее, уже чувствуется приближение весны, скоро праздники. Поэтому мне захотелось обсудить с вами ароматы, которые ассоциируются у меня с весенним настроением, с весной. И давайте начнем. Первый аромат, с которого я бы хотела начать, и, кстати, я бы хотела его нанести на себя сегодня, это Hermes Kelly Collage. У меня версия туалетная вода. Почему я уточняю, что туалетная вода? Потому что это очень важно для меня. Парфюмерная вода мне не подошла. Для меня она пахнет баранинкой, каким-то животным чем-то. А в туалетной воде мне очень нравится. Мне очень нравится тонкая нота кожи в сочетании с розой. И я очень хорошо здесь слышу мимозу. Вот эта нота мимозы... Знаете, у меня прямо перед глазами желтенькие шарики, букет из мимоз. Очень приятный аромат. Он, знаете, стартует... Стартует немного зеленцой, цитрусом, а потом уходит в мягкую пудру. И все это в сочетании с кожей. Я очень люблю носить его с кожаной курткой. Очень люблю его уже такой даже поздний, наверное, весной. Мне нравится он очень стойкий, шлейфовый. И у меня их прям яркие ассоциации с ним именно с весенними праздниками. Мне почему-то кажется, что вот как раз-таки эти веточки мимозы, которые продаются повсюду, и вот это сочетание кожаных вещей... Очень классный аромат. Приятный такой, знаете, строгий. Но очень вкусный. Кили Каляш Эрмес. Сейчас буду пахнуть им. Следующий аромат, который я включила в свою подборку, это Версачи Брайт Кристалл. Версия Абсолю. Аромат 2013 года. Вот в таком ярко-розовом, фуксивом даже, я бы сказала, флаконе. С симпатичной крышечкой. Аромат для меня про весну. Аромат для меня про такой яркий, сочный гранат на старте. Потом все это уходит в красивый пион, в красивый лотос. Но в целом аромат, такой, знаете, он такой, даже не воздушный, а больше водянистый. У него, кстати, в базе амбра и мускус. Да, мускус я чувствую, но амбра для меня здесь нет. Вот он таким легким и водянистым остается для меня и до конца. Но, тем не менее, очень шлейфовый парфюм. Подходит на каждый день. И весной звучит очень красиво. Следующий парфюм, который я включила в свою подборку, это My Burberry Blush. Ну, знаете, это такой яркий-яркий аромат, который врывается после зимы своим сочным кисло-сладким настроением. Кстати, автором этого парфюма является Франциско Курджан. И, наверное, этим все сказано. Парфюм действительно очень сочный, очень насыщенный, очень шлейфовый и стойкий. Здесь на старте тоже ноты граната с кисленьким лимоном. Но для меня, знаете, это лимон, который обильно посыпан сахаром. То есть аромат, я чувствую кислинку, но сладость в нем перебарывает. Роза очень красиво обыгранная и ноты яблока. И все вместе, знаете, это такой очень насыщенно, фруктово-цветочный парфюм, который однозначно подходит на весну. Давайте перейдем к следующему парфюму. Я когда выбирала ароматы, конечно, глаза разбегаются. В принципе, я уже поговорила, что не делю парфюмы на сезонность, но так как тема видео «Весенние ароматы», у меня, конечно, первая ассоциация – это цветы. Это цветы, это то, что у меня ассоциируется с весенними праздниками. И рука потянулась к аромату Элизабет Арден, к старичку «Пятая веню». Я думаю, что все знают этот парфюм. Аромат 96-го года, аромат про цветы. У него верхние ноты, просто там всплеск цветочный. И липа, и ландыш, и сирень. Чего там только нет. Кстати, в основных нотах здесь есть мускатный орех. Я его очень хорошо слышу. И он даже, знаете, немножко может надоедать в какой-то момент. Здесь есть гвоздичка. Но аромат для меня про липу. Я вообще очень люблю, когда цветет липа. Я могу ходить в парках, и этот аромат слушать бесконечно. Мне нравится ассоциация. Меня он носит куда-то в детство. И этот парфюм для меня про липу, про цветы, про весенние цветы, про весеннее настроение. Это точно. Такой маленькой у меня версии. Но мне достаточно. Я им пользуюсь нечасто. Потому что он мне немножко, знаете, напоминает запах мыла. И так интересно, когда раньше, много лет назад, я его слышала от других людей. Ой! Прошу прощения. Ну, не без этого. Когда я его слышала от других людей. Мне, кстати, Двёрдная Страйм пользовалась этим ароматом. У меня были совершенно другие ассоциации. А сейчас, видимо, когда уже очень много парфюма. И уже так избалованный нос, скажем так, да. То здесь я, вот эти ноты мыльные, он замыливается. Как-то немножко такие нотки. Не совсем естественные, да. Которые, ну, как-то не хочется на себе. Хотя, вот так вот из флакона я просто балдею. Вот из флакона он прям липа-липа. Такой вкусненький, прям очень вкусный. Да. Потом он в базе запудривается. Немножко фиалковости появляется. Спокойный такой парфюм. Если кто-то с ним ещё не знаком, но я думаю, уже все знакомы. Послушайте его. Ещё один аромат, который тоже ассоциируется у меня с весной. У меня вот в такой вот тревел-версии. Это аромат Экс Нихила. Называется он Ластен Парадайз. Этот аромат, ой, боже мой, какой он классный. Просто не могу. Аромат про личи, про пион. Моя любимая нота личи в нём, она очень ярко звучит. Ну и, конечно, очень красивый пион. Да, я люблю этот аромат носить весной. Аромат, кстати, 2019 года. И вот если его сравнивать с Экс Нихила, ну хотя, зачем его сравнивать? Ну, вот, допустим, мне не нравится аромат Флёра Наркотик. А вот Ластен Парадайз я бы себе приобрела полную версию. Хотя он тоже такой, знаете, пронизывающий. Он очень громкий. Ну, для меня это не проблема. Потому что если аромат громкий, я просто наношу его очень деликатно. Ещё один аромат, который я оставила напоследок. Так, это аромат от Булгари Мон Жасмин Нойер. Я уже рассказывала про аромат Мон Жасмин Нойер Ле Экскьюз в предыдущих видео. Да, они абсолютно разные. Они оба про жасмин. Такие красивые флакончики. Оба про жасмин, но абсолютно про разный жасмин. Здесь это больше зелёный чай, миндаль, сливочность. Такой очень лёгкий аромат. Сладковатый, приятный. Мне даже больше нравится его носить летом. А вот этот парфюм, он построже. Он с горчинкой. У него на старте ландыш и цитрон. Но мне ландыш не слышится. Я больше ощущаю здесь какую-то горькую корочку. Вот эта горечь, она присутствует на протяжении всей пирамидки. И хорошо слышу здесь кедровость, почули. То есть этот аромат, он такой, знаете, с таким более строгим характером. Он очень стойкий, очень долго звучит на одежде. Если нанесёте его на шифоновый какой-нибудь шарфик, этот шарфик будет пахнуть до стирки. Он очень долго звучит, вернее, не долго, он очень красиво звучит в дождливую погоду. Знаете, вот эта горечь, она ещё больше как-то поднимается, так и становится более такой терпкой. Здесь интересная есть нота Нуги. Ну, знаете, вот если её прочитать про эту ноту, может где-то, да, покажется, что чуть-чуть проскальзывает какой-то ореховости даже больше, а не Нуги. Но опять-таки это, понимаете, это всё индивидуально. Но я рассказываю о своих впечатлениях. Очень люблю этот парфюм весной. Весной у меня вот именно ассоциация, повторюсь, это плащ, шифоновый шарф. Скорее всего, пасмурная погода, прохладно. Он, кстати, в прохладную погоду ещё ярче раскрывается. Да, вот такой вот классный, красивый аромат. Ну вот, друзья, на сегодня, пожалуй, всё. Если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте пальчики вверх. И да, напишите в комментариях свои любимые весенние ароматы или те ароматы, которые ассоциируются у вас с весенним настроением, с праздниками. Не знаю, солнышком. Буду ждать ваших комментариев. Хочу, кстати, поблагодарить те девочек, которые пишут мне, не забывают прокомментировать, где-то даже меня похвалить. Спасибо большое за вашу поддержку. Мне, правда, это очень важно и ценно. Особенно на начальном этапе. Я думаю, что вы это понимаете. А те, кто досмотрел видео до конца, я хочу сделать небольшую такую вставочку в конце. Я на днях ездила со своими друзьями в Эрмитаж. Немножко покажу вам Петербурга. Поэтому не выключайте. Желаю вам приятного просмотра и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»